И Святаго Духа, возлюбленные о Господе отцы, братья и сёстры, и вчера, и сегодня, и только что в главном песнопении праздника, в тропаре празднику, мы слышали и слышим удивительные слова. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей Вселенной». Чтобы осознать всю глубину радости, открывшейся людям в этот день, необходимо мысленно перенестись в страшные и трагические минуты предстояния Адама и его жены, а в их лице и всего человечества перед Судом Божьим. Вот они, вкусившие запретного плода и уже недостойные эдемской жизни, познавшие всю свою наготу и приобревшие от своего прислушания лишь стыд, вот они слышат от всемилостивого Творца страшные, ранящие сердцем и ввергающие в отчаяние слова, слова суда. Книга «Бытия», третья глава. «Проклята земля за Тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни Твоей. В поте лица Твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прав ты и в прав возвратишься». Воистину страшные слова Творца. Для современного человека, привыкшего строить свою жизнь на основе успехов и комфорта, это момент полной и безвозвратной катастрофы. А для наших прародителей начало, начало нового нелегкого пути, в основе которого лежали труд и надежды, «Которую, как маленькое зернышко посеял Господь в сердца изгнания». Посеяв, сказал, что рожденный от женщины, от девы, будущих поколений, Он, Господь, все-таки сокрушит главенство дьявола. Та же книга «Бытия», та же третья глава, пятнадцатый стих. «И впереди у людей годы, столетия, тысячелетия трудного пути, сопряженного с появлением новых твор, организацией быта и сосуществования, возникновением городов и цивилизаций, их возвышением, рассветом и падением в небытие, войнами и катастрофами и прочими, порой, скорбными обстоятельствами. Но все это человек должен был вынести на своих плечах, чтобы увидеть, увидеть, наконец, начало второго божественного творения, которое мы сегодня видим, которое мы, вспоминая и празднуем, ощущаем в день Рождества Пречистой Богородицы. Этого чуда рождения новой жизни от неплодных родителей. Именно ради этой, дающей смысл жизни надежды, Адам, оказавшийся со своей женой по другую сторону затворенных райских дверей, называет ее жизнью, то есть Евой, матерью всех живущих. Казалось бы, жизнь безвозвратно потерь. Впереди только скорбный путь через стерния, в борьбе за выживание, заканчивающейся неминуемой смертью. Но Адам, исполненный надеждой и раскаянием, именует свою жену жизнью. Это не насмешка и не поругание, а упование и вера. Вера, свидетелями воплощения которой и мы с вами являемся. И для нас сегодня, когда, скажу мягко, неразумие некоторых представительниц слабого пола, как бы приоткрыло ящик Пандоры, выпустив оттуда злобных мотыльков, вьющихся сейчас вокруг и ядовито жалящих многих, этот праздник является ярким примером воплощения искреннего упования и надежды на Бога, исцеляющего верных Ему и возвращающего им Богоприличный образ. Архи важно понимать и помнить об этом сегодня, в наше время, когда человечество снова погружается в бессмысленный сон, равнодушие ко всему, ко всему, что совершается в мире духовном. И сон этот гораздо хуже, чем сон, витавший над людьми тысячелетия тому назад. То был сон неведения, а это отречение от Христа. Но мы, малое стадо Церкви Господней, мы давайте будем беречь это наше драгоценнейшее сокровище, понимание смысла праздника Рождества Пресвятой Богородицы, как предпразднование праздника Рождества Господа и спаса нашего Иисуса Христа ради нас, воплотившегося от пречистой Девы Марии. И при этом еще об одном мне хотелось бы напомнить всем нам. Как бы ни были велики наши добрые дела, не будем забывать о сокровенной Боге внутренней жизни. И тогда опытно мы познаем несравненное достоинство скромной, тихой, сокровенной добродетели, которой свойственно быть тайной для Земли, тайной потому, что она небесной природой и для неба существует. Внешнее может быть разным, внутреннее должно быть Божьим. И потому будем эти добродетели совершать в тайне и охранять порой от очей человеческих, часто нечистых, завистливых и вредящих ее чистоте. Будем совершать ее в тайне и представлять ее тщательно и непрестанно чистому и очищающему оку Божьему. Как мы слышим слова в Евангелии от Матфея, «И Отец твой видей в тайне воздаст тебе яви явно Аминь». Спасибо, Господи, Вас. Баки, Баки, всех Вас приветствую и поздравляю с праздником и молитвенным предстательством Царицы Небесной. Да сохранит нас Господь и благословит в этот день преславного Рождества Пречистой и Преблагословенной Девы Марии. Причастников искренне и сердечно поздравляю с принятием святых крестов Таинских пожеланиями здравия телесного и спасения духовного. Храни всех нас, Господь. Спасибо. Спасибо.